Друзья, в последние годы, как мы знаем, когда мы покупаем в магазине пылесос, то продавец консультант нам заявляет, что сейчас пылесосы делаются с одноразовыми мешками и к ним нужно сразу к пылесосам, в смысле, купить необходимый комплект одноразовых мешков для замены. То есть мусор накапливается, мы заменяем мешок, а старый мешок выбрасываем. У меня лично при покупке пылесоса это вызвало дичайшее изумление. Зачем нам нужен одноразовый мешок, если я всю свою жизнь, а очень огромную часть жизни я прожил при Советском Союзе, я помню, что просто-напросто открываешь пылесос, вытаскиваешь оттуда мешок или емкость некую, идешь спокойно на мусорку, вытряхиваешь там, пару минут выбиваешь от пыли и ставишь обратно, никаких проблем. То есть при Советском Союзе с его плановой государственной экономикой у государства не возникало идеи вытащить у своих граждан дополнительные денежки из кармана путем предложения им покупать каждые 2-3 недели новый мешок для мусора, для пылесоса. Поскольку понятно, что зачем покупать новый мешок, если можно просто вытряхнуть старый и поставить его на место. Давайте посмотрим, можно ли сделать то же самое с современными мешками-пылесборниками. Итак, вот берем мы мешок, спокойненько, значит тут, чтобы снять планку, поддеваем ножом направляющие и вытаскиваем из крепежной рамки мешок. Да, отверстие здесь не очень большое, поэтому немножко придется поработать пальчиками. Вот начинаем выгребать оттуда мусор. Мусор выгребаем куда нам нравится, в данном случае я в пакет старый какой-то выгребаю. Ну вот и в принципе, по прошествии буквально там двух минут мы вытащили все крупные комки, все что там скопилось в мешке, затем вытряхнем его хорошенько. И спокойненько по направляющим ставим его на место. И затем ставим всю эту конструкцию заново в наш пылесос. Разница только в том, что мешок из белоснежного стал несколько серым. Вот такая вот ситуация, можете назвать это лайфхаком. А я называю это просто разумным подходом к обыденным вещам. Сейчас такие времена, где нас на каждом шагу пытаются просто развести на деньги. Но мы не будем на это поддаваться. Всем удачи, всего доброго, до встречи на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте.